И первый ролик, который мы сегодня посмотрим из этого списка, называется «Библейская мораль. Первые ростки добродетели». Так, смотреть с осторожностью данный ролик может вызвать острый и хронический атеизм. Я так понимаю, это очередное переложение к истории про то, как в Библии кого-то там убивают. О, это Шкровецкий. Это же тот чувак, который марксизм критиковал, точнее диалектику, и который предлагал, значит, как с помощью математики можно, значит, сделать идеальный госплан. Нахера он полез в религию, я не понимаю. Не смотрите, перестаньте быть христианином. Меня уже ничто не сможет перебудить. Добродетель. Однако это совершенно не так. Добродетель вырабатывалась и совершенствовалась на протяжении всего культурно-исторического пути, проходимого человечеством. Библия... Ну, добродетель, она, естественно, существовала и до Библии, и вне Библии. Это очевидно. Они говорили и греки, и римляне. Античная философия добродетеля говорит постоянно. Другое дело, что добродетель, добродетель — рознь. И есть конкретно библейская, христианская добродетель, а есть какая-то другая. То есть, не совсем понятно, о что здесь, собственно говоря. То есть, сам придумал, сам раскритиковал, самопровергал, победил, разметал шахматную фигуру и улетел. Разумеется, была фрагментом этого пути. От неё, к счастью, уж не столь далеко, что в вашу голову представления о добродетели попали практически без её участия. Наоборот, именно вот оттуда, из головы, вы ошибочно проецируете свои представления о добродетели, но никогда не читанную вами Библию. Где от он и добродетели? Есть лишь жалкие крохи. Зато почти всё. Он, кстати, читает текст с экраном. Всё остальное — это кровавый угар, тот... Слабак. Тотальный массакр, мерзость и дикость. Если вам кажется, будто там изложены притчи о нравственности, которые учат людей хорошему, то вы просто... Библия вообще не про это, на самом деле, чуваки. Заканчивайте снимать хуйню на эту тему. Христианство — это предельно приближенная к реальности религия, которая тебе расскажет и про убийства, и про войны, и про секс, и про всё остальное. Хватит себе строить какое-то розовое христианство, которого не существует в природе, и потом его критиковать. Просто её не читали. Или, как вариант, у вас напрочь отключено критическое мышление. И вы способны даже заведомо о моральных вещах углядеть примерно высшей морали, если к этим вещам приписать. Так хотел Бог. Блядь. Ну, не моральная основа всего человечества, а христианство конкретно, да? То есть христианство не говорит о том, что, блядь, китайцы, когда они там заживо животных едят, это христианская мораль или основа всего человечества? Нет. Однако, прежде чем перейти к этим живописным примерам, давайте взглянем на сами заповеди. Кое-как показывает практика. Большинство верующих никогда в глаза не видели, и потому отожде... Ну, хер его знает. Опять же, это надо доказать как-то, что большинство верующих в глаза не видели. И кто такие верующие, опять же. ...поставляются своими собственными понятиями о прекрасном, полученными от родителей и учителей. Я Господь Бог твой. Так родители и учителя получили свои понятия о прекрасном как раз в контексте той культуры, которая выстроена на Библии. ...который вывел тебя из земли Египетской, из дома Аравства. Да не будет у тебя других богов перед лицем моим. Не делай себе кумира, и никакого изображения того, что на ней... Сейчас что-то про иконы будет. ...тебе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работы и делай всякие дела твои. А день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. А в день седьмой почиил, посему благословил Господь день субботний и осветил его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены и ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Первых двух заповедей Бог как бы представляет, сразу же сообщая всем, что он ревнитель. А потому будя вам увлечься другими богами, он ставит пистон не только вам, но заодно и вашим детям. Ну и в чем проблема? Что здесь такого неморального? Что здесь аморального? Который по современным понятиям вроде бы вообще не при дела. Высокая мораль, чего уж там. С другой стороны. Честно, странные претензии, я даже не знаю, как комментировать. Ну окей, бог ревнитель, он хочет, чтобы люди перестали поклоняться тварным сущностям и поклонялись только истинному богу. Ну и что? Что конкретно здесь неморального, что здесь ужасного? В чем проблема заключается? Поскольку за счетом послушания его детям обещаны все блага до 10 тысяч родов, можете расслабиться. Мы все пока что под это дело попадаем. Поскольку 10 тысяч родов это минимум 250 тысяч лет. Поэтому упомянутые в Библии праведники из числа наших предков уже за нас всех отпахали. Третий заповедь. Говорится о том, на что большинство верующих кладет болт. Об упоминании имени бога. Ну это прям какая-то католическая концепция сокровищ, которые созданы у синими святых. Святые сделали столько много добрых дел, что их добрые дела интересным образом становятся неким банком, который есть у церкви, неким хранящим добрых дел, который можно использовать уже в индульгенции. В предоставлении индульгенции. Собственно, на этом уже можно было бы остановиться, поскольку по первым трем пунктам общечеловеческих моральных ценностей 99 ценностей. Чувак придумал сам, сам придумал, что Библия говорит об общечеловеческих моральных ценностях. Хотя очевидно, что даже из того, что он зачитал, Библия направлена против язычества, против веры в других богов. То есть понятно, что уже здесь, на первом же этапе, он совершает ошибку в анализе текста. И 99 сотых процентов человечества уже заведомо пролетело. Одни верят в других богов, другие не верят в бога вообще, а третьи записали себя в ад своими постоянными. Боже мой, или бог вас... Ну, во-первых, там не сказано, что люди попадут в ад из-за того, что говорят, Боже мой, да. Опять же, анализ, конечно, очень высокого в кавычках уровня. Тут могу вспомнить, как я вам зачитывал на стриме с Ежи, может быть, кто-то смотрел. И помните, я зачитывал из катехизиса католической церкви часть этого текста, этого катехизиса, где рассказывается о том, спасутся ли нехристиане. Ну, это слишком поверхностно. Как это все может вызвать атеизм? Как это может заставить меня отказаться от христианства? Я не знаю. Всех покарает аметисты. Можно было бы отмазаться тем, что тут как бы фигурирует какое-то не то имя. Ибо кто знает, сколько там всего этих имен? И какие именно нельзя упоминать в Суе? Но есть еще четвертая заповедь, на которой... Вообще, разъебывать Ветхий Завет в 21 веке, когда уже вышел таксиль, уже вышел этот сам Дугуман и прочая хуета. Сколько уже атеистов делали это? Зачем делать еще раз и еще раз и еще раз и все одно и то же? На все уже даны ответы. Все получило свой контрразъеб. Зачем делать это снова? Ну, судя по тому, что мы, христиане, верим в то, что сказано в Новом Завете, мы верим в того самого массового убийцу и ревнителя. ...близости от заповедей. И кроме того, если вы не евреи, то Бог, очевидно, не выводил ни вас, ни ваших предков из земли египетской. Ну, если говорить буквально именно биологической точки зрения, то да. Но дело в том, что есть понятие Ветхозаветной Церкви, есть представление, что именно евреи были первыми, соответственно, хранителями Божественного Откровения. И членами этой самой Ветхозаветной Церкви впоследствии звание Израиля приняло уже не привязанный к какому-то конкретному народу определение. Израиль, израильский народ, стал приниматься как народ Божий. То есть христиане — это народ Божий, соответственно, все христиане — это народ Израиля. ...поэтому утритесь, вы по определению уже за бортом. Хотя вы можете утешить себя тем, что евреи тоже в пролете, поскольку не приняли Христа. В общем, Ветхий Завет плюс... Нет, если мы принимаем Новый Завет, да, если мы не анализируем только эти строки, как будто словно ничего не существует более, если мы знаем о Новом Завете, то здесь как раз затруднений никаких нет, просто автор ролика не компетентен в данном вопросе. Новый Завет равно в пролете все, кроме евреев-христиан. Остальные шеи заповедей на всеобщие моральные ценности кое-как тянут. Ну, если отвлечься от двух вещей... Ну, кстати, не тянут, потому что, например, в Библии непрелюбодействует, воспринимается как жизнь с одной женщиной до окончания века, а, например, в том же исламе, да, членами которого является по меньшей мере миллиард человек, там есть многоженство, которое христианство воспринимается как прелюбодеяние. Поэтому уже здесь мы понимаем, что речь идет не об общечеловеческих ценностях каких-то, а именно о тех ценностях, которые есть в Коране, есть в Библии и так далее. Во-первых, от некоторой неравноценности тезисов. Для современного человека прелюбодеяние и желание чужого тоже как бы грех, но явно не того же порядка, что убийство и воровство. А тут все... Нет, для современного человека прелюбодеяние не является грехом вообще, даже как бы. Гебля повсеместна, и никто не думает об этом как о грехе. В перемешку, что он наводит на подозрения о странностях восприятия авторов или даже непосредственно Бога, лично записавшего все это на скрижалях. Во-вторых, до ровно тех же пунктов почему-то додумались и те народы, которые с Моисеем никогда не встречались, и даже преемников его учения встретили через пару-тройку тысяч лет после собстоятельного открытия собственного аналога содержательной части заповедей. Это наводит на мысль, что телега запряжена впереди лошади. Не тот самый бог, источник основ морали. А наоборот, основы морали, вытекающие из чисто практических соображений и эволюционного процесса, приписываются тому самому Богу, ну и другим богам тоже. Причем библейское окружение заповедей. Но эволюционный процесс не противоречит Богу. Как раз в этом плане тоже Кровецкий обосрался, потому что христианство рассматривает божественное откровение предельно реалистично, скажем так. Потому что в соответствии с этим представлением, которое мы встречаем в самой Библии, то есть это христианское представление о Боге и его отношении к человечеству, оно основано на том, что мы видим в откровении Божьей Библии. Оно заключается в том, что Бог, он руководствуется тем уровнем развития, который достиг человек на земле. То есть он не говорит человеку делать что-то сверх его сил, сверх его возможностей. В Библии, например, говорится, неоднократно Христос говорит, что по жестоковыности вашей вам были даны такие законы. То есть разводы, к примеру, во времена Моисея, они были допустимы, потому что в то время запретить разводы было просто невозможно. Человеческая мораль, человеческая психология была такая, что была совершенно к этому не готова. Вот. Ну и, соответственно, я об этом много просто разговариваю на стримах, не хочется опять это все пересказывать. То же самое концепция чистоты ритуальной, да, важной в эпоху, когда люди, знающие о Едином Боге, были окружены языческими племенами. Но сейчас очевидно, что эта концепция не актуальна, потому что мы не окружены языческими племенами. Тогда это было важно. Ну, то есть Бог на это все ориентирует. Он нас не пытается сломать, да, то есть на каком уровне человек находится, на таком уровне Господь отдает свое откровение. Павел показывает, что наше ныне... Вот. А Христос пришел тогда, когда человечество находилось на достаточно высоком уровне. То есть люди тогда искали Бога, и тогда была эпоха, когда античная философия достигла своего пика, когда сложился единый греко-римский мир античный, да, с единым языком. Философия была на высоком уровне, когда как раз еврейская религия вошла в очень тесное соприкосновение с античной философией. Вспомним того же Филона Александрийского. Вот. До этого была Библия переведена на греческий язык. То есть античный мир уже стал познавать иудейскую религию. То есть то самое время, когда к этому люди были готовы. То есть Бог ждал. Он не создавал насильно как-то сверху соответствующую, подходящую для себя эпоху, подходящую для Христа. Нет. Он подождал, пока люди до этого дойдут. Нынешнее их восприятие сильно отличается от авторского. И вот что было у авторов. Для начала вспомним, где именно происходила история с обретением заповедей. Большинство, наверное, знает, что он на горе. Некоторые даже знают название этой горы Синань. Однако местоположение этой горы знают очень немногие. Легко видеть, что до Израиля от этой горы весьма далеко. Как же туда занесло Моисея? Правильно. Он и его спутники. Но если что, Синай был в составе Израиля по итогам шестилетней, о господи, шестидневной войны. То есть не шибко это и далеко на самом деле. Местность не особо чужда евреям. Близ нее временно проживали во время исхода из Египта. Но даже если вы в курсе этого, подождите гордиться своей эрудированностью. А как они попали в Египет? Кто-то, наверное, вспомнит, что евреи были пленены Египтом, а оттуда в какой-то момент сбежали. Однако все не так просто. Во-первых, не совсем пленены, а во-вторых, не совсем евреи. Дело в том, что в Египет перекочевал отдельно взятый род, ранее живший в земле ханаанской. То есть примерно там... Да, чувак, но в Библии об этом написано. То есть в Библии есть эпизод, где Иосиф, достигший высокого положения в Египте, естественно, зовет свой род туда переехать. То есть всех своих родственников. Эта информация и есть в Писании. Там, где сейчас Израиль, Сирия и... Как бы евреи непосредственно, они идут от него, от его семьи. И Ливан. Ханаан более известен под другим названием, Фенития. Именно там, согласно Ветхому Завету, проживал человек по имени Израиль, у которого, в числе прочих, был сын Иосиф. Он Иосиф очень нравился отцу, а своим родственникам за это не нравился. Иосиф в 17 лет паспорт отца своего вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф к дуяне, слушая, до Израиля отца и... Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его. И возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал его братьям своим. И они возненавидели его еще более. Он сказал им, выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп стал, и стал прямо. И вот ваши снопы стали кругом, и поклонились моему снопу. И сказали ему, братья его, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его, из-за слова его. Библия, как мы помним, учит нас добродетели. Поэтому сами решайте, кто тут добро, Иосиф или его родственники. Я не знаю, а ну как рассказы о том, что твой сноп стоит гораздо лучше, чем снопы окружающих. Это и... Библия учит нас отношения с Богом. Она рассказывает нам о божественном плане спасения человека. Она не является рассказом о добродетелях. То есть вообще в Библии люди, которые избраны Богом, которые непосредственно фигурируют как главные герои, они подчеркнуто недобродетельны. С чего Коровецкий взял, что Библия это какая-то благородная история про благодетельных людей. Я не совсем понимаю. Если вы возьмете, например, царя Давида. Давид совершил тяжкое преступление в глазах Господа. Он сделал так, что умер один из его приближенных военачальников Урия. И он сделал все, чтобы этот военачальник умер, чтобы забрать себе его жену, которая понравилась Давиду. За что Давид получил наказание от Бога. Очень серьезное наказание от Бога. Потом Соломон. Соломон, будучи очень умным человеком, находящимся на короткой ноге с Богом, он все равно подался в язычники из-за своих жен, которые его соблазнили. Скажите мне, пожалуйста, в каком месте Библия рисует всех персонажей добродетельными? Там рассказывает про добродетели. Моисей, который засомневался в земле Бетавана, за что Бог наказал его и сделал так, что Моисей никогда так и не зашел в эту землю Бетавана. Да, он увидел ее просто с высоты, но он не вошел туда. Да что там, мы можем взять с самого начала Адам и Ева. Были ли они добродетельными? Нет, они совершили грехопадение. Их сыновья Каин и Авель. Каин убил Авеля. Это добродетельность или еще нет? История с Содомом и Гаморой. Когда, я уже не помню, жена Аарона ослушалась Бога, повернулась посмотреть, как, соответственно, уничтожает Господь Содом и Гамору. И превратилась в камень. Вот, опять же, сыновья Якова, которые продали своего брата египтянам, работорговцам, были добродетельным поступок Исава, продавшего свое первородство Якову. И так далее, и так далее. То есть, какого персонажа в Библии не возьми, практически все они представляли собой очень далекий от добродетели образ. Понимаете? Библия постоянно намекает на то, что человек недобродетельный. Но Господь все равно его не оставляет. Пророки библейские и исторические хроники рассказывают нам, вот вся эта история, про грехопадение Израиля, про то, как он отошел от Бога, про то, какой пиздец происходит в Израиле, как они там возрождают языческие кущи и так далее. Это добродетельно или нет? Критика пророков Израиля и Иудея, Северного и Южного Царства. Это добродетельно или нет? Говорит ли Библия, что надо продавать свою жену, чтобы, соответственно, удовлетворить гостей? Нет, не говорит, но это приводится и об этом упоминается. Потому что тогда это был такой вот, по всей видимости, херовый обычай с нашей точки зрения, с точки зрения христианской модели. Библии персонажи почти всегда недобродетельны. Даже апостолы Христовы. Один вообще предал Христа, второй засомневался во Христе. Петр, да? Пожалуйста, пример недобродетельности. Мария Магдалина работала проституткой. Добродетельно ли это поведение? Но из этой проститутки Христос садил праведницу. Библия всегда показывает человека, который находится без Бога и даже зная Бога, недобродетельным. Но она всегда говорит о том, что Господь не оставляет человека. Какие бы ни были условия, какие бы ни были ситуации, Господь всегда ждет человека. Вот о чем говорит Библия. Она не говорит о добродетельности. Перестаньте воспринимать Библию, как какое-то пособие, как быть хорошим. В христианстве даже нет такого. В христианстве нет добра и зла. В христианстве нет хорошего, плохого. Мы все плохие. Все. Но благодаря Богу мы можем стать, нет, не хорошими. Мы можем стать наследниками Его Царства. Вот о чем говорит Библия. Зла по Библии не существует. Добро, то, что мы называем добром, это воля Божья. Я не знаю, откуда у людей такие примитивные представления о христианстве. Насколько они из мультиков их каких-то взяли, что ли. И потом появляется на Ютубе вот эта куча всяких тупых роликов, где типа разоблачается христианством. Разоблачалка не выросла. И есть добродетель. Но даже если оно на самом деле является злодетелью, родственники Иосифа от него в своем чудизме не отставали. И в результате разных там перипетий сбагрили Иосифа египтянным в рабство. Когда Иосиф пришел к братям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем. И взяли его, и бросили его в ров. Кров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб. И взглянув, увидели. Вот идет из гладок караван из мультиан. И верблюды их несут с теракцию, бальзам и ладан. Идут они отвезти это в Египет. И сказал Иуда братьям своим, что польза, если убьем брата нашего и скроем кровь его. Пройдем, продадим его из мультиан. А руки наши да не будут на нем. Ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались. И когда проходили купцы мудямские, вытащили Иосифа из орва. И продали Иосифа из мультианам за двадцать сребреников. Они отвели Иосифа в Египет. В общем, возвышенные отношения. Чисто банда отморозков. Что, кстати, в общих чертах соответствует истине. В Египте, однако, Иосиф неплохо приподнялся при помощи годного толкования снов разных серьезных людей, включая фараона. И дело дошло до того, что фараон вообще передал весь Египет под управление Иосифа. Но и по такому поводу его папа Израиль, вместе с изрядным количеством детей и внуков, численностью в 75 человек, переехал жить к сыну. Пока Иосиф был жив, родственники его чувствовали себя весьма нехило. Иосиф высокоморально и добродетельно правил веренным ему египетским народом, заботясь о благе каждого, как и завещают нам библейские основы морали добродетелей. Да, это Олег Стравецкий, социалист. Ибо год одолевал их, и досталась земля фараону, и народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Только землю жильцов не купил Иосиф, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон, посему и не продали земли своей. И сказал Иосиф народу, опс, я купил теперь для фараона вас и землю вашу, вот вам семена и засевайте землю, когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засияние полей, на пропитание ванн и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим. Они сказали, ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах господина нашего, и да будем рабами фараона. И поставил Иосиф в закон земли египетской, даже до сего дня, пятую часть давать фараону, исключая только землю жильцов, которая принадлежала фараону. Такое вот пленение, и такая вот добродетель. Я специально даю столь пространные цитаты, чтобы вы не подумали, будто я особым образом трактую написанное. Нет, там все прямым текстом, про добродетель, про основы морали, про нравственность и так далее. Иосиф, воспользовавшись голодом, обобрал весь народ до нитки и обратил в рабство. Уважаемый человек, один из пророков и мусульман, один из пророков и иудеев, один из образцов годной и правильной веры у христиан. Однако не спешите с выводами. На фоне последующих деяний его библейских родственников, включая пророка Моисея, Иосиф действительно может проканать за образец нравственности. Но об этом мы поговорим в следующем выпуске. Блядь, это еще и многосерийная хуйня, прекрасно. Нет, настолько слабо, что я даже не знаю, как это комментировать. Есть ли смысл это вообще комментировать? Это очень примитивная, да, химия, очень примитивная. Я видал лучшие примеры.